В мире сегодня проблема болезни, передающиеся воздушно-капельным путем. Гриппы разных типов и им подобные вирусы с устрашающими именами, такими как SARS, MERS, корона. Их распространению в мире способствует мобильность населения, способность его в считанные часы пересекать материки и океаны, перенося с собой инфекцию во все уголки Земли. Начну издалека. Вам когда-нибудь приходилось дышать на стекло? Наверняка вы знаете, что стекло запотеет, если на него дышать. О чем это говорит? Говорит о том, что воздух мы выдыхаем из легких. То есть влага, от которой запотевают стекла, выносится из легких с выдохом. Попадает она в легкие, просачиваясь из плазмы, жидкой составляющей крови. Мы большую часть времени находимся в вертикальном состоянии, а это значит, что просачивающаяся жидкость стекает на донышке легких. Если в дыхательном процессе участвует диафрагма, главная дыхательная мышца, работающая как пружина, то она при выдохе обжимает донышко легких, наносит легкий удар по ним, из-за чего скопившиеся там жидкости выбрасываются с выдохом наружу. В этом случае воздух в легких не застаивается, постоянно заменяется свежим и микроорганизмы, в том числе и вирусы, попавшие в легкие, не задерживаясь там, с выдохом выбрасываются наружу. При сидячем образе жизни, который присущ нам последние десятилетия, диафрагма практически не работает и от длительного бездействия слабеет и прекращает выполнять функцию вентиляции легких. Вирус, проникший в легкие, вместо того, чтобы быть выброшенным наружу с выдохом, попадает во влагу на донышке легкого и начинает в ней размножаться. Влага эта становится питательной средой для вируса. Из влаги вирусы попадают в кровь. Противоядия, то есть вакцины от вирусной инфекции, часто отсутствуют, а еще чаще не выполняют возложенную на них задачу – предотвращать заболевания. Лечение этих болезней сводится к укреплению иммунитета, что для многих людей, особенно для пожилых, проблематично. Поэтому легче не заболеть, чем сначала заболеть, а потом выздоравливать. Тем более, что результат непредсказуем. Непредсказуемы также и последствия осложнения от вирусных заболеваний. О необходимости остерегаться контакта с больными, соблюдать гигиену, проветривать помещение рекомендуют все специалисты-эпидемиологи. О необходимости вентилировать легкие говорят единицы, если вообще говорят. Поэтому об этой мере говорю сейчас я, Сергей Гольдин, автор дыхательной гимнастики «Gold in Air» – «Золото в воздухе». Сейчас я покажу вам простое и очень эффективное упражнение, которое является простой и очень действенной мерой предупреждения заболевания. Для того, чтобы прочистить легкие, необходимо задействовать диафрагму. Диафрагма – это мышца, которая при выдохе подталкивает нижнюю часть легких, подбрасывает те жидкости, которые находятся на донышке легких, и они выходят с выдохом наружу. Вирус, попадающий в легкие, вместе с этими жидкостями, вместе с воздухом, который выходит из легких, выходит наружу. И не остается в легких, не размножается и не попадает в кровь. Посмотрите, что я сейчас буду делать. Я выдохну, три раза выдохну воздух из легких с приложением силы. Моя диафрагма будет мне помогать выдавить, вытолкать воздух из легких. Обратите внимание. Таким образом я прочищаю легких, вентилирую их. Лично я не заболеваю гриппом практически никогда. Я не помню, когда я последний раз болел заболеванием, связанным с вирусом, распространяемым воздушно-капельным путем. Я хочу пригласить вас, вообще говоря, на курс мой, прослушать его. Я иногда езжу по городам и преподаваю его. Но сегодня я здесь у себя в клинике, а вы у себя дома. Поэтому попробуйте научиться выдыхать с придыханием. Три раза, три раза в час. Будьте здоровы!